Послание апостола Павла к Филимону Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о Тебе в молитвах моих, слыша о Твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры Твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать Тебе что должно? По любви лучше прошу, никто иной, как я, Павел Старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу Тебя о сыне моем, Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда не годен для Тебя, а теперь годен Тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, чтобы он вместо Тебя послужил мне в узах заблагоствования. Но без Твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело Твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы Тебе принять его навсегда? Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более Тебе и по плоти и в Господе. Итак, если Ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Если же он чем обидел Тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу. Не говорю Тебе о том, что Ты и самим собою мне должен. Итак, брат, дай мне воспользоваться от Тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. «Надеясь на послушание Твое, я написал к Тебе, зная, что Ты сделаешь, и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам Вашим я буду дарован Вам». Приветствует Тебя Епофраз, узник вместе со мною ради Христа и Иисуса. Марк, Аристарх, Демас, Лука, сотрудники мои, благодать Господа нашего и Иисуса Христа с духом Вашим. Аминь. Спасибо.